Смотрите сегодня в программе. В Приморье ликвидируют последствия стихии. Гуманитарная помощь подтопленцам дойдет или нет. Огромное количество рыбы приплыло к усурийцам. Мать-кукушка бросила новорожденного в подъезде. И главная тема недели – последствия наводнения в Приморье. Тонем ежегодно. В Приморье продолжается ликвидация последствий сильного ливня. Напомним, больше всех от стихии пострадал усурийский городской округ, а также Хасанский, Надеждинский, Михайловский и Октябрьские районы. Сегодня МЧС продолжает откачивать воду и разбирает завалы на затопленных территориях. Организована паромная переправа через реку Крауновка. Развернуто 10 пунктов временного проживания общей вместимостью 650 человек. Также восстановлено автомобильное сообщение по дороге Раздольная-Краскино. Пострадавшим от паводка направили гуманитарную помощь. Более 6 тонн груза разместили в 15 автомобилях. Здесь теплая одежда, одеяло, подушки, детское питание и вода. Пункты приема гуманитарной помощи были развернуты по всему Владивостоку. Ее направили в Барабаш, Занадворовку, Филипповку и Михайловский район. Волонтеры лично проследят, чтобы гуманитарная помощь была доставлена пострадавшим. Как сообщают сами подтопленцы, отправленные накануне строительные материалы для восстановления домов, местная администрация, к которой передали груз, им ничего не передала. Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения жителям Уссурийского городского округа неожиданно оказала и природа. Огромное количество крупной рыбы приплыло в поселок Кугуки после прорыва дамбы. Жителям даже не пришлось особенно трудиться, чтобы собрать рыбу. Единственный минус – делать это пришлось по колено в грязи. Новорожденного малыша обнаружили у себя в подъезде жители дома номер 46 по улице Кузнецова во Владивостоке. Они сразу же вызвали полицию и скорую. Врачи осмотрели грудничка и нашли его состояние удовлетворительным. Сейчас малыш находится в одной из городских больниц, а сотрудники полиции разыскивают его мать. Приморье медленно справляется с последствиями разрушительного наводнения. Напомним, в начале недели безымянный циклон из Китая нанес удар по краю и буквально утопил юг нашего региона. Больше всех пострадал Уссурийск и несколько районов – Хасанский, Надеждинский, Михайловский и Октябрьский. Поселки остались без света, воды, связи. Вода пришла неожиданно. Волны с гудением заливали села, дворы, огороды, подвалы и подъезды. Было МЧС. Сказали за два часа, если буду плакать, за два часа, короче, сказали, нас увезут наверх в школу, в барабаш. У меня муж первой группы инвалидов, он не ходячил, он лежачий. Никто не пришел. Вот ее муж, вот и этот сват на руках это вытащили, на коляске там все это. Мы там у людей ночевали, понимаете, тоже всякая-то заплытая, все это вот. На несколько суток жители пострадавших сел оказались отрезанными от всего мира. Помощи дождаться у них не получилось. В Занадворовке жители сами копали траншеи, чтобы отвезти воду от домов. Жертвы наводнения есть в каждом пострадавшем районе. Почему край не справился просто с сильными ливнями? Ответа на этот вопрос у официальных властей нет. Заявляют они следующее. Да, все гидротические сооружения в нормальном состоянии, все выполнили свою функцию. Никакой угрозы подтопления или прорыва их нет и не было. Это официальный ответ. Между тем, Уссуриск затопило полностью. В городе разрушился асфальт, в провалы ушли гаражи, детские и бельевые площадки. Жители пытались спасти свое имущество из затопленных подвалов самостоятельно. Справиться с последствиями ливня городским службам не удалось. Привлекали военную технику. Кроме того, МЧС просила помощи у жителей. До сих пор многие продолжают оставаться в пунктах временного размещения. А до магазинов и в другие необходимые места добираются на лодках. Было у нас такое наводнение, я сейчас скажу, когда лет, наверное, 7 назад, 8. У нас также в Завандворовке тоже здесь, здесь в Филипповке потопило. Повсюду где-то нету. Страшно? Да, очень. Мне было еще страшно, когда мы только в магазин сюда пыли. Мне было так страшно, я испугалась. Все потери обещают компенсировать. Деньги пойдут из резервного фонда администрации края. О суммах пока неизвестно, но есть опыт прошлого года. Пострадавшим от тайфуна Lionrock называли такие цифры. 10 тысяч рублей за потерю урожая. 25 тысяч, чтобы устранить повреждения жилого дома или квартиры. 50 или 100 тысяч рублей за полную или частичную утрату имущества. Оценивать ущерб от наводнения после этого циклона специалисты Приморской администрации не спешат. Ждут, когда сойдет вода. Однако дорожное сообщение с Хасанским районом уже восстановлено. Движение открыто. С подтопленцами лично пообщался губернатор. Добавим, в прошлом году Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал. Главная задача краевых властей – не допустить повторения прошлогодней ситуации и максимально защитить жителей края. Более 4 миллионов рублей выделили тогда Уссурийску на проектирование строительства новых дамп. Расчищена коса реки Раздольной. Информация с сайта администрации Приморского края. Всего в 2017 году запланированы работы на нескольких краевых гидротехнических объектах. Так, в Партизанском районе запланирована расчистка и дно углубления рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, Ручьев Малый Поселковый и Орлинный общей протяженностью более 10 километров. В Спаске-Дальнем расчистят более 5 километров рек Кулешовка и Спасовка. А в Чугуевском – почти 3 километра ручьев Калугин, Ближний, Масленников. Какие работы выполнили, а какие остались только на бумаге, чиновники не отчитались. Между тем, на следующей неделе краю обещают новые ливни. Чего ждать людям, остается только гадать. Если вы стали очевидцем интересного события, присылайте свои материалы на нашу редакционную почту или ватсап. Субтитры создавал DimaTorzok